Продолжение следует... Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48-3. Здравствуйте о новостях. Первого полного рабочего дня Нового года расскажет наше время. Вас приветствует информационная служба телекомпании «Регион» в студии Андрей Ивлев. Оренбург занесло. Погода проверяет на прочность. Первый рабочий день Нового года начался с дорожных заторов и аварий. Верблюд напал на человека. В Орске двухгорбое животное по кличке Елена чуть было не раздавило женщину. Пиво из-под полы. Почему в Оренбурге не все предприниматели знакомы с новым законом о продаже хмельного напитка? Как прийти в форму после праздников? Чтобы стать страннее, оренбурженки штурмуют фитнес-центры. И с надеждой на чудо. Сотни верующих спешат приложиться к святыням из Башкирии. Сильная буря может накрыть Оренбуржия в ближайшие часы. По данным Росгидромета, осадки при порывистом ветре ожидаются местами по области в МЧС. Предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Оренбург, между тем, освобождается от снега, выпавшего ночью. И в первой половине дня коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Как нам сообщают в мэрии, сейчас на улицах задействовано около 170 единиц спецтехники. Дороги обрабатывают специальной противогололедной смесью. От снега расчищают придомовые территории и подходы к подъездам домов. В снежном плену сегодня оказалась Екатерина Тихоненко. Рабочая неделя только началась, а погода уже испытывает оренбуржцев на прочность. Особенно коммунальщиков. Вереница спецтехники потянулась на городские магистрали с 6 утра. Чистили, как могли. Тяжко стало к обеду. К такому обильному снегопаду многие оказались не готовы. Вновь на дорогах большие заторы, аварии и многочисленные пробки. Время убирать территорию округа очень сложно, потому что из-за большой интенсивности автотранспорта сделать это практически невозможно. Все равно сегодня в городе Оренбурге максимально привлекается спецтехника, то есть наше муниципальное предприятие благоустройство озеленения. Мы стараемся ситуацию держать под контролем. Посыпать дороги и убирать улицы сегодня выехали больше ста единиц техники. В округах провели специальное совещание, объявили сигнал «Буран». Если центру удавалось хоть как-то держать под контролем, то в частном секторе расчищать путь жителям приходилось самостоятельно. Хорошо хоть снег выпал, а то вообще не было, а сейчас хорошо. Поработать интенсивно лопатами оренбуржцам придется два дня, а затем, говорят синоптики, осадки прекратятся и заметно похолодают. А уже к концу января наступят настоящие крещенские морозы. В гидрометеоцентре считают, что снега все же маловато. Для того, чтобы зима была более снежной, необходимо хотя бы недельку обильно посыпать. Особенно этого ждут в сельских хозяйствах. Январь будет практически по температуре у нормы, то есть не холоднее, не теплее обычного вода. А количество осадков меньше нормы, причем на очень большое количество. Ожидается всего лишь 60% от нормы. А что такое 60%? Это чуть-чуть больше половины. Но даже столько снега уже принесли правоохранительным службам хлопот. В МЧС и ГИБДД предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях. В настоящее время на всех дорогах Оренбургской области ненастная погода и дорожные условия не совсем благоприятные. Поэтому всем необходимо соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию до движущих автомобилей и быть на дороге взаимовежливыми. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. Наше время. В Орске снегопада только ждут. Вот в эти минуты там объявлено оперативное предупреждение МЧС. Однако начало первой рабочей недели года не обошлось без аварий. Сегодня днем на Никельской объездной дороге перевернулся автомобиль Лада Приора. Машина вылетела с моста и приземлилась в овраге. К счастью, обошлось без пострадавших. Уцелевший водитель сообщил, что просто не справился с управлением. В итоге легковушку занесло. Чтобы вызволить Приору из оврага, потребовались усилия спецтехники. На время работы движение на трассе было перекрыто. Вообще всего за праздничную неделю в регионе на дорогах произошло 30 аварий. Три человека погибли, 46 ранены. 328 водителей управляли автомобилем в пьяном виде. Это данные ГИБДД. И еще на тему аварийности инспекторы просят водителей быть предельно внимательными вблизи остановок и школ. В четверг завершаются зимние каникулы, ученики выходят на занятия. Еще есть тема этого дня – нападение на офицера МВД. В Орске за служебное рвение пострадал майор полиции. Правоохранитель был во дворе собственного дома, когда стал свидетелем преступления. Прямо на глазах майора вооруженный ножом преступник пытался напасть на молодого человека. Полицейский поспешил на помощь и сам стал жертвой нападения. Обезумевший мужчина бросился на защитника с ножом. В результате сколотыми ранами головы, шеи, грудной клетки полицейский был госпитализирован. Однако прежде чем оказаться на больничной койке, майор все-таки сумел задержать преступника. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта части 2 статьи 105 УК РФ. В настоящее время лицо, совершившее преступление, задержано. По этой статье 91 УК РФ. И решается вопрос об избрании меры поищения в виде заключения по стражу. Горячая пора вместо праздничного затишья. Прошедшие новогодние каникулы ошеломили количеством пожаров. За 9 дней в области их случилось 46. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. В наступившем 2013-м огонь уже унес в жизни 9 человек. И пока одни спасали дома от пламени, другие, напротив, с нетерпением ждали, что в их домах придет долгожданное тепло. Кому праздничная декада принесла лишь разочарование? И кто в ответе за испорченные каникулы, в неприятные последствия пиршеств и застолий, вникла Екатерина Киселева? Там прорвало в коридоре батареи. Я вошла, а тут вообще то сплошной туман. Дверь нельзя было даже открыть. Тепловую трубу в одном из домов Орска прорвало 3 января. Кипятка хватило и на подвальные помещения, и на самые верхние этажи. Сутки пятиэтажка по улице Беляевской была окутана облаком пара. От него-то и пострадали десятки квартир. Техника вышла из строя, обои отошли, двери разбухли. Пострадавшие обратились за помощью к правоохранителям. Тепловые сети попробовали оправдаться. Под трубопроводы тепловой сети подкладываются скользящие опоры, так называемые. Либо опора, эта не была закреплена, и труба получилась, терлась в бетон. Я как бы сейчас не могу указать пальцем на того дядьку, который там былает опор или не был, или смыл ее водой. Лопнувшая труба оставила без тепла 26 многоэтажных домов. ЧП устранили только через сутки. В пресс-службе администрации Орска всех пострадавших заверили. За возмещение ущерба в ответе тепловые сети. А вот за эту трагедию в ответе сами жители. Частный дом в Тюльганском районе выгорел дотла за считанные минуты. Причина пожара – неосторожное и нетрезвое обращение с огнем. Виновников ЧП мужчину и женщину спасти от пламени не удалось. Вообще, едва наступивший 2013-й уже заставил огнеборцев потрудиться. 46 пожаров за 9 дней. Почти все в частных домах. Почти все по одному и тому же сценарию. Основные причины возникновения пожаров – это явились неосторожное обращение с огнем, лицами в пьяном виде. Это 14 пожаров. Нарушение правил устройства эксплуатации печи. Опять же, в частном секторе, жилом. 13 пожаров. Нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования. Также в частном секторе. 12 пожаров. За новогодние каникулы огонь унес жизни 9 человек. Это при том, что целый год профилактической работой занимались целые отряды огнеборцев и волонтеров. Оказалось тщетно. Так погибшая хозяйка этого дома в Осикеевском районе выслушала целую лекцию о технике безопасности за 3 дня до собственной гибели. Причина пожара – неисправность газовой плиты. Кого праздничная декада не ошеломила, так это полицейских. В Центре управления нарядами за городом бдили и днем, и ночью. Но за все 9 дней в поле зрения 113 видеокамер попался лишь вот этот гражданин, который решил умыкнуть с елки, что на Беловке, веточку для дамы сердца. Нет, преступления посерьезнее в области, конечно, случались, но их было даже меньше, чем в будни. Всего с начала нового года по области зарегистрировано 320 преступлений, большая часть из которых раскрыта по горячим следам. С начала года выявлено и раскрыто 25 фактов причинения вреда здоровью. Такие преступления чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Также с начала года раскрыто 31 квартирная кража, 10 мошенничеств и 12 угонов. Совершенно очевидно, жители области вот-вот отойдут от праздников. Людям в погонах хочется верить, что число преступлений от этого не увеличится, а огнеборцам в то, что количество пожаров и жертв сократится. Екатерина Киселева, Вадим Доминов, «Наше время». Прогулка на праздники чуть не обернулась трагедией. Прямо у рождественской елки на жительницу Орска напал верблюд. Двугорбая Елена, так звали животные, на Комсомольской площади подрабатывала извозом ребятни. И, как утверждает ее владелец, никогда агрессии не проявляла и вообще воспитывалась в цирке. Тем не менее, без видимых на то причин она с разбегу сбила с ног женщину, которая фотографировалась возле городской елки. Верблюдица весом почти полтонны едва не раздавила несчастную, животное быстро успокоили и изолировали. А вот перепуганной женщине понадобилась помощь, в том числе и медицинская. Приехавшие на место специалисты серьезных травм не нашли, но посоветовали пройти обследование. На владельца буйной верблюдицы пострадавший написал заявление в полицию. Мужчина, в свою очередь, предположил, что виноват поводырь Двугорбая Елена, который якобы был пьян. Сейчас следователи пытаются выяснить обстоятельства и причины столь неожиданного поведения животного и найти виновного. Станет ли пиво дефицитом? Одно из новшеств начавшегося года – ограничение по продаже алкоголя. Федеральный закон вступил в силу с 1 января. В Оренбурже его дополнили запретами, а за нарушение торговцев пивом обещают лишать лицензии. Знают ли о новых правилах сами предприниматели и где теперь можно купить хмельной напиток, узнавала Ольга Патрушева. Новые ограничения на продажу алкоголя вступили сразу после боя курантов в новогоднюю ночь. Под запретом с 1 января магазины, которые расположены в жилых домах. Правда, не все, а те, у которых вход расположен со двора. Пенный напиток мы нашли на полках одного из дворовых магазинов на улице Терешковой. Ваш магазин выходит из него в сторону подъезда. Если мы переударим в лужинку, мне без труда удалось не отстать. Ну и чуть-чуть сократить отставление. Как бы не совсем. Мы не удивили. О том, что торгуют алкоголем незаконно, продавец услышала впервые. На полках большой выбор хмельного напитка. Чего не скажешь про близлежащий магазин. Яркая вывеска заманивает пивных гурманов, но зря. Двери закрыты. То ли после бурных праздников, то ли после выхода закона. Ну после Нового года не видел здесь. Но вот до Нового года прям продавали. Честными оказались и продавцы киосков. На их полках только товар без градуса. И сколько мы не искали у них алкоголь, найти так и не смогли. К такому поиску администрация призывает подключиться всех горожан и о нелегальных продажах алкоголя сообщать. К примеру, в Комитет потребительского рынка. Кроме того, торговать запретили в киосках и в нестационарных магазинах. Около 30 киосков в городе Оренбурге, которые торговали пивом. И которые с первого ряда должны прекратить продажу пива. И где-то порядка 42 павильонов торговых. И тогда эти торговые точки просто разорятся. Ведь пиво было основным источником их дохода. Но в администрации говорят, не все так просто. Если торговца запретной точкой поймают за продажей, он может оправдаться. И даже суд будет на стороне торговца. Достаточно лишь превратить свой нестационарный киоск в стационарный. Вопрос в юридической подкованности. У нас правовое правление, юридическая служба архитектуры в этом направлении работает. На предмет того, что оспаривает решение этих судов. Закон действует чуть больше недели. И власти пока не предпринимают жестких мер в отношении предпринимателей. А пока только напоминают, что купить пиво и другие алкогольные напитки можно только в супермаркетах и в кафе. Большой волны возмущения по этому поводу администрации не ждут. Обещают следить за исполнением закона и штрафовать нарушителей. А особо непонятливых лишать лицензии. Ольга Патрушева, Станислав Доминов. Наше время. Еще на тему прошедших праздников. Как вернуть форму после бурных недельных выходных. Этот вопрос сейчас мучает многих. И вот буквально накануне врачи из Российской Академии Наук обратились к гражданам страны с предупреждением о том, что голодание, изнуряющие после праздничной диеты, ни в коем случае не рекомендуется. И стоит сбрасывать лишние килограммы, накопившиеся за каникулы, радикальными методами. Лишний вес, по мнению специалистов, легко уйдет при помощи разгрузочных дней на кефире и яблоках, а также ежедневной 30-минутной уличной прогулки. В Оренбурге сегодня напоив клиентов в фитнес-центре и тренажерные залы, как еще сбрасывают лишний вес и только ли в нем проблема. После новогодних каникул Юлия Гафарова сегодня пришла на работу с этой же мыслью, кстати. Фитнес-центр Диляры Шагобеева в этом году пришла впервые. На 9 праздничных дней девушка забыла о тренировках и, как и многие, погрузилась в новогодние застолья. Когда праздники закончились, Диляра вдруг поняла, что поправилась. В праздничные дни всегда ударяют по фигуре. Плюс 2 килограмма – это минимум. Диляра говорит, ненужные кило набрались быстро и незаметно. А вот чтобы их сбросить, девушке придется активно тренироваться. В зависимости от интенсивности занятий, если 3 раза в неделю, то 3. В неделю, в месяц, чтобы сбросить 2-3 килограмма. А вот некоторые, чтобы избавиться от лишних кило, на несколько дней готовы и вовсе отказаться от пищи. Диетологи предупреждают, такие крайние меры опасны для здоровья. Лучше рацион питания поменять. Исключить все то, чем мы лакомились в праздники – жирное, жареное. То есть никаких котлет, мяса по-французски, естественно, майонеза. Нужно пить больше воды и перейти на легкую пищу. Завтрак – овсяная каша, соки, кисломолочные продукты, йогурты, нежирные творога, сыр. И обед – вегетарианский суп, нежирный кусочек мяса или рыбы. И овощной салатик, заправленный оливковым маслом. И в ужин – это любые салаты, зелень и кусочек хлеба. После продолжительных выходных тяжело вернуться к рабочим будням. К примеру, оримбуржцы жалуются на хандру и недосыпание. Нарушенные биоритмы, конечно же, восстановятся через 3-5 дней. А чтобы легче пережить депрессию и перенести нагрузки на работе, врачи советуют почаще совершать прогулки, особенно перед сном. Прогулки на свежем воздухе являются моментом, который влияет на состояние здоровья и фактором, который улучшает параметры нашего собственного здоровья. Нужно возвращаться к тому, что 8-часовой ночной салатик должен быть обязательно. Правда, после праздничной хандра сказалось не на всех. Многие заявили, что выход на работу пережили просто. Я на год на работе был, поэтому мне нечего восстановиться. С ритма вы не сбились? Нет. Мы особо не ели, такого не переедали, не перепевали, поэтому нам легко. Так какого праздника, когда мужа рядом нет? Юлия Гафарова, Виктор Гошенев. Наше время. Еще из новостей этих дней. За исцелением и помощью к Матроне в Оренбург прибыли мощи и иконы, почитаемые среди верующих Святой Блаженной. К Матушке Матроне Московской шли за советом при жизни. Помогает верующим она и после своей смерти. Святыни из храма Архангела Михаила из Башкирии в дни светлых праздников посещают храмы, монастыри Урала и Поволжья. Сегодня в Оренбурге мощи и икону Матроны Московской принимает храм Успения Пресвятой Богородицы при Успенском монастыре на улице Аксакова. Сотни верующих спешат приложиться к святыням. Матрона Московская почитается у православных как помощница во всех бедах. С ее образом связано немало чудес. Удивительные исцеления случались и в Оренбурге. Молодая пара не могла иметь детей. Буквально недавно они пришли, сообщили, что у них появился уже ребенок. Уже будет в ближайшее время скоро. Многочисленные разные такие просьбы, как в жизни, в проблемах, в трудных ситуациях Матронушка разрешает. Чудотворная икона, написанная в Покровском монастыре Москвы, как и ковчег с мощами, пробудут в Оренбурге до 21 января. Далее святыня отправится на север области в Абдулино. Наше время о спорте. Сегодня проходят очередные календарные матчи в женской баскетбольной Евролиге. Оренбургская надежда встречу девятого тура проводит на выезде. Российская команда сыграет в Стамбуле с местным Фенербахче. Отметим, что турецкий клуб пока занимает в группе «Б» четвертое место. Надежда располагается строчкой выше. И сейчас к нам присоединяется наш спортивный обозреватель Сергей Тыщенко. В новом году он готов держать нас в курсе всех заметных спортивных событий. Приглашаем посетить фирменные салоны матрасов «Соня» по адресам Полтавская 43, Проспект Победы 125, Туркестанская 161, рядом с М-Видео. Новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Первая виктория 2013. Творский Южный Урал начал Новый год с победы. Накануне «Синебелый» принимали на домашнем льду подмосковные «Динамо» и праздновали очередной успех 4-2. В счет матча открыли гости. На исходе второй минуты отличался Шибаев. Ответного гола в юбилейном ждали полчаса. В самом дебюте второго периода заброшенной шайбой отметился Александров. Он же спустя две минуты стал автором дубля, выведя южноуральцев вперед 2-1. До перерыва ворских кист отличились еще раз. В большинстве индивидуальным мастерством блеснул Малиновский, фактически снявший все вопросы о победителе матча. В третьем игровом отрезке команда обменялись заброшенными шайбами. За две с небольшим минуты до конца встречи голом отметился Гавриленко. Но окончательный счет поединка установил форвард «Динамовцев» Иванов. В итоге 4-2 Южный Урал. Нефтяник готовится к очередным календарным матчам в чемпионате страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги А. Поединки 10-го тура оренбуржцы проведут на выезде. В этот уикенд нефтяники сыграют в гостях с красноярским Енисеем. Отметим, что в нынешнем сезоне экс-лидеры российского первенства еще не встречались. Свои последние на сегодняшний день поединки соперники провели в минувшие выходные. Оренбуржские волейболисты в рамках 9-го тура принимали накануне на домашней площадке «Ленинградская Динамо». В первую встречу победу праздновали гости 3-1. В повторном матче нефтяники взяли реванш, переграв «Динамовцев» со счетом 3-2. Сибирикам 5-6 января противостояли дублеры у «Финского Урала», которые также сумели отобрать у красноярцев очки. Добавим, что по состоянию на сегодняшний день оренбуржцы занимают в турнирной таблице 5-е место. Енисе идет в чемпионате на третьей строчке. И пока это все новости спорта. До встречи. Такое наше время сегодня. Еще больше новостей на портале 56rb.ru. Заходите. Я желаю вам удачи и до завтра. Компания «Промкомплект» предлагает Насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1. Телефон 751585. Торговый комплекс «Три мартышки». Проспект Гагарина, 48-3.